Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре проходит отчетно-выборная конференция Федерации профсоюзов Самарской области. Она объединяет 2,5 тысячи первичных организаций и более 500 тысяч участников. Среди направлений деятельности – правовая защита, социально-трудовые отношения и социальное партнерство, охрана труда. Открывая конференцию, губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что именно профсоюзы создают эффективные системы коммуникации между трудовыми коллективами, работодателями и органами власти. Их работа важна. От нее напрямую зависит социально-экономическая ситуация в регионе. Сейчас Самарская область уверенно держит санкционный удар, реализуя стратегию опережающего развития. Валовый региональный продукт Самарской области по оценке за год составил почти 2,7 трлн рублей и в сопоставимых ценах увеличился на 6,5%. Это вдвое выше общероссийского уровня, который составляет 3,6%. В Самаре начался самый ответственный и трудоемкий этап работ в рамках подготовки города к новому отопительному сезону. Подрядчики приступили к ремонту теплотрасс, а в этом году обновят более 28 километров тепловых сетей. Работы планируют завершить до середины сентября, а на теплотрассах, проходящих вблизи образовательных учреждений, до начала следующего учебного года. Затем все участки благоустроят. Все планы сверстаны по подрядной организации, которые выходят на работу непосредственно по замене тепловых сетей. Они в первую очередь работают на тех объектах и на тех местах, где дальше будет продолжать работу непосредственно благоустройство. Работу по перекладкам и модернизации теплотрасс синхронизируют с ремонтными работами по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Перекладка трубопроводов будет выполнена до того, как начнется обновление дорожного полотна. В частности, этот вопрос касается Зубчининовского шоссе. Чтобы процесс протекал оперативно и беспрепятственно, на некоторых улицах ввели ограничение движения транспорта. С сегодняшнего утра она действует на участках семи улиц Блюхера, Мяге, Нагорной, Гастелло, Пугачевской, а также на третьем проезде и в Измайловском переулке. В дальнейшем временно ограничивать движение потребуется и в связи с перекладкой и переоснащением трубопроводов, проходящих поперек автодорог. Например, такие работы предусмотрены в районе дома 120 по Зубчининовскому шоссе, в районе перекрестка улиц Гагарина и Мяге, на улице Антона Вовсеенко и других участках теплотрасс. По возможности, данные работы будут включаться в график выходные дни, когда дорожный трафик менее интенсивный. Подрядные организации нацелены на то, чтобы работы по обновлению теплотрасс были организованы также и в праздничные дни. Самарцев приглашают принять участие во Всероссийском субботнике, который пройдет 27 апреля. Все желающие смогут выйти на уборку в свои дворы и сделать город чище. Инвентарь можно получить в муниципальных предприятиях и управляющих компаниях. Все необходимое жителям предоставят и другие обслуживающие организации. Напомню, весь апрель город живет в режиме генеральной уборки. В течение месяца самарцы привели в порядок более 36 миллионов квадратных метров. Территорий с улиц вывезено 34 тысячи кубометров мусора. Всего в субботниках и средниках уже приняли участие порядка 277 тысяч человек. Мы призываем всех жителей максимально постараться выйти в это время, привести город в порядок перед майскими праздниками, перед праздниками Пасхи 9 мая. Для того, чтобы мы дальше жили в чистоте и поддерживали город весь летний период. Так как день рабочий, конечно, на рабочем месте надо обязательно. А те жители, которые отдыхают, чтобы они вышли и поработали все-таки уже на благо себя, в конечном итоге, на благо всего города. Самарские общественные пространства, транспортные развязки и газоны обрабатывают от клещей грузунов. Траву, кустарники, деревья опрыскивают специальным раствором. Для борьбы с грузунами раскладывают приманки. Насколько это безопасно для людей и как организованы профилактические работы, узнала наш корреспондент Полина Челякова. С наступлением тепла активизируются клещи, комары и грызуны. Они переносят заболевания, опасные для человека и животных. Могут передавать до 10 инфекций, в том числе клещевой энцефалит. Чтобы самарцы могли отдыхать на набережной, в городских скверах и парках, без опасности для здоровья территории обрабатывают. Специальным составом опрыскивают не только траву, но и тротуарную плитку, кустарники, деревья. Наиболее тщательной обработке подлежат парке, в которых расположены водоемы, поскольку грызуны обычно селятся именно в таких местах. Профилактика проходит два раза в год – весной и осенью. Препараты действуют и на комаров. Цеплый апрель в этом году, поэтому они активизировались достаточно рано. И мы уже начали обработку именно сейчас, в конце апреля. И вторая обработка по опыту прошлых годов, когда у нас был достаточно теплый сентябрь, и была вторая волна активизации клещей. Поэтому у нас будет планирована еще и повторная обработка в сентябре. Препараты, безвредные для людей, за домашних питомцев переживать тоже не стоит. Необходимо лишь соблюдать меры предосторожности. Тщательно мыть руки, не допускать контакта с химическим средством, после прогулки с питомцем вымыть ему лапы. Перед тем, как приступить к обработке, из территории убрали прошлогоднюю листву, высохшие ветки и мусор. Такая подстилка – место зимовки клещей. Также оценили, много ли на каждом участке паукообразных. Для этого белым куском ткани проводят по траве и смотрят, остались ли на нем клещи. Даже если клещи они обнаруживают, выполняют профилактическую обработку территории. Чтобы не мешать жителям города и снизить риски, работы проводят в ночное время, иногда поздним вечером или ранним утром. После распыления химикат выветривается уже через час. Клещ, когда проползает по обработанной поверхности, то есть в данном случае это растительный покров, это трава, то у него происходит паралич, и он практически сразу умирает. Однако после обработки где-то от трех до пяти дней должна пройти экспозиция. То есть вот обработали, нельзя сказать, что через пять минут уже там не будет клещей и все будет хорошо. То есть должно пройти от трех до пяти дней, должна произвестись очередная проверка данной территории. Очень даже замечательно, сколько особенно детей пострадало. По прогнозам синоптиков, скоро придет небольшое похолодание и активность клещей временно спадет. Основной пик активности ожидается с середины до конца мая. Общая площадь обработанных территорий в Самаре составит 290 гектаров. Безопасно уже стало на набережной и в большинстве парков. Параллельно по аналогичному алгоритму под контролем специалистов происходит диротизация. Для грызунов подготавливают приманки с добавлением специальных препаратов. В начале лета места отдыха населения охватят и обработкой, помогающей избавиться от кровососущих насекомых, чтобы избежать угрозы возникновения и распространения малярии лихорадки западного Нила. Полина Чулякова, Валерий Майоров, События. В Самаре прошло заседание городской антитеррористической комиссии под председательством главы Самары Елены Лапушкиной. Представители силовых структур и профильных департаментов обсуждали вопросы обеспечения безопасности горожан на предстоящих праздниках, а также старт детской летней оздоровительной кампании. Подробнее в нашем сюжете. Обеспечение безопасности горожан в дни майских праздников – главная тема заседания антитеррористической комиссии, которая состоялась в администрации Самары. В городе на массовых концертах и торжественных церемониях будут усилены меры безопасности, выставят дополнительные отряды полицейских и сотрудников частных охранных предприятий. На входах разместят рамочные металлоискатели. Также на некоторых участках будет ограничено движение транспорта. Полный список перекрытий будет опубликован на сайте городской администрации. У нас идет череда очень серьезных праздников. И праздников, которые традиционно людьми воспринимаются как возможность такого семейного отдыха. Убеждена, что на набережной будет много людей в парках и скверах. Ну и, безусловно, День Победы, который мы совершенно точно никаким образом не можем обойти стороной. Великий, важный праздник для нашей страны. Есть желание у людей и какие-то дворовые праздники провести. Есть желание у людей на параде побывать. Поэтому, конечно, всем нам надо с вами быть крайне внимательным. Обсудили старт летней оздоровительной кампании. В детских муниципальных лагерях до конца мая пройдут межведомственные комиссии, на которых проверят готовность учреждений к сменам и обсудят вопросы обеспечения безопасности детей. В каждом центре будут закреплены ответственные специалисты, а также проведут тренировки для отработки действий при возникновении ЧП и при обнаружении подозрительных предметов. С 1 июня будут работать и лагеря дневного пребывания при школах. Отдельно предусмотрят вопрос разделения в учреждениях отдыхающих и тех, кто будет сдавать экзамены в начале июня. По-разному в школах организован этот процесс. Есть школы, где отдельный вход возможно организовать, и там лагерь пребывает в отдельном модуле, грубо говоря, школы, где в некоторых школах, к сожалению, так организовать нельзя. И в те дни, когда по графику стоит ЕГЭ, дети находятся дома. Но таких школ мало. Глава Самары предложила, чтобы в дни проведения ЕГЭ для тех детей, которые не смогут посещать дневной лагерь, были организованы экскурсии, чтобы летний отдых не прерывался, а ребята смогли узнать что-то новое и интересное. Виктория Шарая, Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. В Самарской области завершился конкурс профмастерства патрульных экипажей. Лучших определяли на войсковом полигоне областного управления Росгвардии. Какие задания предстояло выполнить участникам и кто стал лучшим, расскажем в сюжете. В Самарской области завершился конкурс профмастерства патрульных экипажей, которые в круглосуточном режиме обеспечивают правопорядок на улицах городов и районных центров 63-го региона. Лучших определяли на войсковом полигоне областного управления Росгвардии. Стражам правопорядка необходимо было преодолеть полосу препятствий. Затем экипироваться и проследовать на служебном автомобиле к следующему этапу в тир, где Росгвардейцам нужно было поразить мишени из пистолета Макарова. При этом каждый промах добавлял 10 секунд к финальному времени прохождения всей дистанции. Сотрудникам Росгвардии необходимо было показать и умение четко и слаженно действовать в команде. Профессиональные навыки они демонстрировали на этапе осмотра охраняемого объекта, который по легенде подвергся проникновению злоумышленника. Во всех дисциплинах конкурса, которые включают в себя спортивная подготовка, вождение автомобиля, профессиональный осмотр помещений и огневая подготовка. Первый этап проходил непосредственно в их собственных подразделениях, где они службу проходят, в филиалах. Сейчас здесь сегодня второй этап конкурса, и победитель, возможно, будет принимать участие во всероссийском конкурсе. Завершился конкурс сдачи нормативов по физической подготовке, километровым кроссом и подтягиванием на перекладине. В соревнованиях принимали участие 15 экипажей вне ведомственной охраны Росгвардии со всего региона. В результате в этом году лучшей стала группа задержаний из Новокуйбышевска, второй и третье место у экипажей из Тольятти и Самары. Виктория Шарая, события. Общественный транспорт глазами детей. Свои идеи по улучшению сервиса для пассажиров, школьники из разных городов России представили на первой транспортной олимпиаде. Итоги регионального этапа, который подвели в Самаре. Какие проекты были представлены на суд жюри и вышли в финал, расскажем в сюжете. Ученица 6 класса Самарского технического лицея Ирина Казакова – постоянная участница городских спортивных забегов. Идея связать в один проект темы спорта и метро родилась во время подготовки к очередному спортивному мероприятию на Самарской набережной. На региональном этапе первой транспортной олимпиады в составе команды «Самарский импульс» Ирина Казакова вместе с другими членами команды презентовала этот проект. Множество спортсменов приезжают на набережную, на забеги, на метро. И мы решили создать, ну как, предложить, заключить договор между Самарским метрополитеном и всемирной платформой по бегу. И предложить, внедрить такое приложение, которое будет давать спортсменам скидку на проезд метро, либо же вообще бесплатно, в дни забегов, а также в дни весенних и осенних тренировок. В региональном этапе олимпиады приняли участие две команды. Перед финальным испытанием, презентацией и проектов, участникам провели экскурсию по подземке. Рассказали историю метрополитена и показали, какое оно метро глазами его сотрудников. По мнению членов жюри регионального этапа, для победы в олимпиаде важен свежий взгляд, творческий подход и детская непосредственность. Сегодня пазл сложился у всех участников регионального этапа олимпиады. Ребята молодцы, подошли творчески как минимум. Это здорово, что уже в таком возрасте юные наши жители пытаются как-то помочь городу, рассказать свои проблемы, их видение. Это уже само по себе очень здорово. У нас получилось равное количество баллов. Было принято решение допустить обе команды. Первая транспортная олимпиада проходит в три этапа. В ней принимают участие дети от 12 до 15 лет из городов, где есть метрополитен. Финал пройдет в мае в онлайн формате. По словам организаторов, основная цель олимпиады – популяризация транспортной отрасли у подрастающего поколения и профориентация. Очень много детей и подростков, которые интересуются транспортной отраслью, у которых горящие вот эти глаза, которые не знают, куда направить свои идеи, куда их можно как реализовать. Поэтому мы создавали вот этот проект, который позволит заинтересовать ребят, продолжить развиваться в этой отрасли и, возможно, дальше поступить на транспортные специальности. Это наши юные кадры. Победители первой транспортной олимпиады попадут в транспортную смену лагеря «Артек» этим летом. Галина Топилина, Валерий Майоров. События. Этот год в России объявлен годом семьи. Жить под одной крышей, не только заниматься вместе домашними делами, но и проводить совместный досуг. Прогулки, походы в театр, настольные игры. В год семьи мы решили спросить самарцев, как они предпочитают отдыхать со своими домочадцами. Мы играем в настольные игры, гуляем по паркам-набережным. Можно съездить куда-нибудь за город. На лыжах катаемся. Внучки маленькие, с ними гуляю. В театры хожу, в филармонию. Мы любим гулять. Если в летнее время, то мы любим еще ходить в походы с детьми. Например, на сплав по реке Волге и по реке Сок. Что еще? Если в городе, то это, наверное, мы ищем какие-нибудь интересные площадки, либо на набережной проводим много времени. К сожалению, у меня сын в Москве сейчас живет. Пока сын здесь был, мы в основном какие-то прогулки на свежем воздухе, спортивные какие-то занятия. Мы приехали сюда из Ульяновска как раз по поводу семейного отдыха. Мы с мужем здесь учились много лет назад. 40 с лишним лет назад. Мой родной первый корпус Института культуры. Самарский авиационный институт. Мы приехали в гости, отдыхаем вместе, потому что этот город нам дорог. Я дедушка. Один, второй. Нас спорт отвези, со спорта забери, со школы забери. Так что у меня доступ великолепен. В Самаре завершился фестиваль «Студенческая весна». 300 учащихся вузов со всего региона представили лучшие номера на гала-концерте. А в финале были названы 17 коллективов победителей в разных номинациях. Они будут представлять Самарскую область на всероссийском этапе фестиваля в Саратове. Лучшие номера увидела и наша съемочная группа. «Больше, чем творчество» – таков девиз каждого участника «Студ весны», рассказывают студенты Самарского государственного экономического университета. «Студ весна – это жизнь. И прежде всего это способ проявить себя, показать, что вы можете вне стен университета, вот сейчас конкретно. Это способ, конечно, раскрыть свои какие-то таланты, потому что ты можешь прийти, ничего не уметь, а тебя научат всему». Коллектив экономического университета становится победителем «Студ весны» уже 15 лет. Этот год не стал исключением. Победителей поздравил губернатор Дмитрий Азаров. «Это такая традиция нашей «Студ весны». на протяжении». «17 лет, 16 побед!» «Ну что, давайте желаем новых успехов». Фестиваль «Самарская студенческая весна» проходил с марта по апрель. За это время свои программы представили 16 университетских команд со всего региона. Более 300 студентов показали самые яркие номера на гала-концерте. «Момент, когда ты готовишься, три месяца, четыре месяца, кровь, пот, слезы, все что угодно, побои, какие-то болячки вылезают и все в этом духе. Но когда мы выходим на сцену, мы просто начинаем такие эмоции получать, что даже словами невозможно передать». Победителями стали 17 команд в разных номинациях. Оригинальный жанр, мода, танцы, вокальное направление и другие. Они будут представлять Самарскую область на всероссийском этапе фестиваля. «Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События». Освобождение. Путь к победе тыл. Под таким названием открылась фотовыставка в Самарском университете имени Королева. На фотографиях обычные люди, которые жили и работали в тылу во время Великой Отечественной войны. Все они совершали трудовой подвиг. Увидеть фотографии времен войны удалось и нашему корреспонденту Елизавете Прокопенковой. На этих фотографиях простые люди, которые трудились в тылу во время Великой Отечественной войны. Они занимались скотоводством, изготавливали военную технику и боеприпасы, а после работы находили в себе силы петь и ходить в театр. О жизни простых людей, которые ежедневно совершали трудовые подвиги, рассказывает выставка «Освобождение. Путь к победе тыл», открывшаяся в Университете Королева. Мы как-то привыкли в большей степени говорить о боевых действиях, о том, что ситуация очень многое решала на фронте. И военные победы, в первую очередь, знаменательные, и о них очень много говорят. Но на самом деле трудовой подвиг тех людей, которые работали в тылу, он ничуть не меньше. Фотографии были взяты из архива «Совинформбюро» 1944-1945 годов. К ним прилагается QR-код для перехода на страницу с уникальным подкастом-аудиогидом «Освобождение». В нем рассказывают о главных событиях того времени. И вот это соединение журналистов и фотокорреспондентов, и, собственно, ученых, вот создает такое уникальное пространство, которое сегодня именно в Самарском университете начинает работать. Мы надеемся, что это действительно вернет нам ощущение, знаете, такого очень доброго семейного, наверное, праздника. Потому что у каждого в семье, в Куйбышеве, в Самаре есть участник этих событий. Выставка открыта для всех желающих до конца июня. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События. В парке Гагарина ко Дню Победы прошла ежегодная традиционная легкоатлетическая эстафета. Соревновались школьники, студенты вузов и СУЗов. Мы побывали на соревнованиях и расскажем подробности. Студентка третьего курса медицинского колледжа имени Ляпина и Дания Шакирова разминается перед забегом. В эстафете участвует не впервые и настроена на победу. Девушка – кандидат в мастера спорта по регби, а легкой атлетикой занимается, чтобы поддерживать себя в форме. Скорость медицинской сестры зависит для помощи населению в первую очередь. Потому что медицинская сестра, она должна лететь с поста на помощь другим. Я именно так это интерпретирую. Я настроена шикарно. Я настроена быть лучше сегодня. Здесь и сейчас. Команда медицинского колледжа наряду с представителями других СУЗов, ВУЗов и школ принимает участие в ежегодной легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы. Ее проводят традиционно в парке имени Гагарина. Сегодня свыше 400 человек здесь у нас бегут свою дистанцию, постепенно передавая эстафету от одного участника команды к другому. И доказывают, кто из них самый быстрый, самый сильный и самый лучший в спорте. Легкая атлетика поистине называется королевой спорта. И в подготовке любого вида спорта, бег, присутствует такой ажиотаж, такая непредсказуемость. Вот представьте, 13 этапов, так скажем. Понятно, что ребята будут в команде разной силы, мальчишки и девчонки. Но самое главное, объединяет дух. И вот в таких соревнованиях городских кто-то получит кубок за первое, второе, третье место. Но побежденных здесь не будет, потому что это праздник молодости. Командам необходимо было преодолеть дистанцию больше 4 километров, которая разбита на 13 этапов. Финиш на стадионе. Там же победители ожидали дипломы и кубки. Светлана Кудрявцева, Сергей Баскин. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Администрация железнодорожного района информирует, что в этом году бессмертный полк в Самаре пройдет в онлайн-формате. На пресс-конференции, посвященной этой теме, анонсировали форматы чествования героев. В рамках празднования 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. На карточках, размещенных в телеграм-канале, можно посмотреть варианты. К примеру, в Самаре появятся уличные галереи памяти с портретами героев. Портреты героев можно также разместить на одежде, на транспорте. В Самаре пройдет автопробег бессмертного полка. Также для оформления фото будет запущен чат-бот. Администрация Октябрьского района напоминает, что физическая активность – одна из важнейших составляющих здорового образа жизни. Простые упражнения в течение рабочего дня помогут укрепить здоровье. Дефицит двигательной активности в период рабочего дня может привести к утомлению центральной нервной системы. Какой комплекс лечебной гимнастики на рабочем месте поможет сохранить здоровье офисных сотрудников – читайте в карточках. Куйбышевский район сегодня настроен лирично. В телеграм-канале сообщают интересный факт о божьих коровках. Биологи до сих пор не нашли научного объяснения их названию. Но существует одна легенда. В средневековой Европе посевы зерновых культур страдали от вредителей. Поэтому крестьяне усиленно молились для того, чтобы уберечься от голода. Вскоре они заметили, что вредные жуки чудесным образом исчезли. А вместо них появились другие – красные с черными пятнышками. Крестьяне связали эти два события и назвали их «Божьи коровки». На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok